Я вот обедаю, вот в это окошечко смотрю, вот, и вижу все время крапиву. Я думаю, есть ли такая крапива еще. Тут пошло, вот там такой крапивы, у овечек, как заходишь, сейчас вот замерю. Сколько она? Вот стоит у тебя сейчас, подойди. Это я взял, а мы сети натягиваем. Маленько, сантиметра три выше веревочки. Ну, надо поверить, какая земля плодородная. Где крапива растет, там, говорят, железо ряда, вот тут железо наварено. Ну, пойдем у тебя с собой это врубиться? Да, с собой. Я вот посмотрю и уже, каждый раз думаю, скажу, а вот это у овечек сорвал я. Сейчас сходило. Вот оно. Оно как раз так и получается одинаковое. Ну да, примерно да. Ну-ка, подожди-ка, посмотрим мы. Министерство сельского хозяйства сообщить надо. Ну-ка, вот эту мерью. Ну-ка, это, 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 это. Постой, поставь. Она пошла. Давай ко мне сюда. Вы ее держите там, да. Надо держать. О, какой червяк ползет, гляди, это не дождевой. Так, и еще получается... Два девяносто четыре. А? Два девяносто пять. Ну-ка, покажи. Что-то я не расслышу никак. Два шестьдесят пять. Вроде бы. Два метра и девяносто пять. Нет, шесть... Ну, еще нет-то. Да, два, два девяносто пять, да, все правильно. Ну, и она еще пять-то сантиметров натянет. Вот почти тридцать. Вот всегда, где крапива растет, как Иоанн Затаус говорит, вот, если она не обработанная почва, и такое растет, то если ее обработать, это уже гарантия, там будет хорошо. Так вот человек бывает, он, говорят, ни рыба, ни мясо. Ему все равно безразлеющие, он нигде не стрянет. А бывает такое, что даже неправильно еще он знает, но за правду борется. Видит, где-то заступится за кого-то, за обижаемого. Ну, где-то вора схватит за руку. Самому попадет. Ну, и когда к Богу обратится, там будет. Вот он гнал церковь, ревности, савал. Смотри, что дальше будет-то. А другой мимо шел, ну, что там, шел мимо, и вот говорят, молиться надо от пьянца Ванифатию. А кто такой Ванифати? Там Аглоида была одна такая, ну, дворянка, сказать по-нашему. А он у нее как управляющий. Он молодой, рыжеволосый, сильный, здоровый-то, и она его приголубила. Значит, он имел с ней, как говорят, интимные отношения. И вот как-то однажды она ему и сказала, я скажу, живем-то в грехе, а если умрем? А вот говорят, там где-то казнят христиан. И я слышала, что если мощи оттуда взять, так от греха отстанем. Ну, и ладно. И она его снарядила, дала слух с собой. А он пошел, увидел, помахал рукой и говорит, а если меня мучеником сделать, ты будешь меня посчитать? Она, ладно, иди, иди, пьяница. Видно, выпивать любил он. Вот почему у православных и у Манифати любят так. Ну, он пошел, пришел однажды на площадь, а там казнят. А слуги остались дома. Казнят христиан. А за что? За то, что верят. Эх, вы! А они хорошие, очень хорошие люди, всем помогают. И он, давай выступать там. Мои говорят, откуда ты взялся такое-то? Откуда я из Рима пришел, вы? И начало их там крошить. Они его взяли. Сыщи, свидетели есть, есть, пиши верующие. Верующие. И они его порешили. Слуги пождали, пождали. Нет, выйдет на улицу и не видать. В Манифате-то куда-то делся. И где-то, видно, какой-то шинок нашел, зашел. И там, как в Осоцке, приехал в Ташкент и пошел по базару искать наркотики. Ну, это такой же. А ему говорят, сегодня на площади какого-то казнили нового. Откуда он взялся, говорит, такой волосы, как огонь горят. Ну, у меня пуражка такая есть, огненная. А они пошли, да нет, ну наш забулдыга-то он разве пойдет. Да ну, да вот, 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 вот. А потом поговорили, говорят, да вон там, говорит, казнили его, прочее. И они подошли. Наш. А как же так, он уже неверующий. Он живет-то с этой-то, со своей аглоидой-то. Ну и подошли. Подошли к нему, давай приглядывайся. А он улыбнулся им. Голова-то отдельно-то. Ну и вот и все. Манифатия погрузили, привезли. И вот теперь у нас в России мы знаем. Водородная земля, неухоженная. Она дает вот такое вот, почти без пяти сантиметров, три метра. Это я специально в окно смотрю каждый раз и думаю, а сколько же. А она, кажется, одинаковая. Это я там он сорвал. У кого где есть трехметровая крапива растет, скажите. Покажите. Если сможете. А я думаю, что трехметровую не каждый встретит. К нам приезжал земельный комитет. У-у-у, у вас крапивы сколько. Это очень и очень хороший показатель. Я говорю, а какой? Какой? Плодородная земля. Если она не плодородная, то Надежда Васильевна мне вот такие вот простирала или где она взяла, нарезала. А я их еще пополам. И вот у меня глаз, я его ногтем порезал вот это место. Только что постриг ногти и порезал, и вирус, говорят, попал. А сейчас ездил, и там осмотрели. Вот я уже сколько, три дня, мне все хорошо. Нужно вот это место вот так вот как бы повыдавливать. Вот так вот. Это деревенская жизнь такая. А в городе там по-другому. Там все везде засорено. Вот так вот покрутите, глазу как бы сюда, отсюда, сюда. И разово пользование. А глаза от глаз-то заметно, что красные. А я все вижу. Утром я вставала, заплывала. А сейчас ничего, все. Ну, это куда-то потом я брошу. Вот я благодарен Богу за все, что видит мой глаз. Утром я смотреть не мог, тумане было. А сейчас вот сколько уже, сегодня среда. Сегодня у нас 18 сентября. Я нормально вижу. Ну, нормально, как нормально. Я вижу, что это стена, это окно. Ну, вижу, где голова, где ноги. Ну, не только это. А они заметили, катаракта здесь, на этом глазе. А что это катаракт? Я все вижу. В 81-й год все же. Благословен Господь. Начиная с этого, и вот мои глазоньки много видели. Я стал тогда считать. За 9 лет, работая над книгами, 38 книг вышло, я потратил больше 30 тысяч часов. А потом, точно такое же время, у меня ушло еще два девятилетия. Прежде 3,9. То есть, порядка 90 с лишним тысяч, сотни, я провел за компьютером. Вот представь себе, сколько мои глаза тут. Да не просто так, а разговаривая, работая, приглядываясь, когда корректура идет, как мне корректор там найдут и отпечатают книгу-то на бумаге. Один экземпляр Севастьян помогал. А теперь оттуда надо перенести сюда, в электронную версию. Я никому не могу доверить, я все приглядываюсь. Ясное дело, что насадил глаза. Но спасала все время меня милость Божия и морка. Мелко натертая. А вот когда я еще Евангелие-то не знал, совсем не знал, в армии был, у меня была ревность какая-то. То, что я где слышал, все это сравнивал. Во время армии изучил политические системы мира практически все, самостоятельно. Стал готовиться в университет международных отношений, МГИМО. Но не прошел первый пункт. Надо быть партийным, в партию. А мама говорила, нельзя. Я материнский наказ крепко это держал. То есть, вот тогда был, стревал где-то за кого-то, попадало. Ну, а что это означает? Это означает крапива, необработанная почва. А когда обратился к Богу, эту ревность Бог дал уже здесь. И теперь, 62-го года, считай, 57 лет. 57 лет в евангельском духе. Я это все к себе отношу. Если он был не какой-то, тюхтя, его все равно было. А у меня не все равно. Вот в деревне, ну, в деревне-то небольшая, там, 169 мужского, там, 173 женского пола. Ну, считай, 300 человек было. И в деревне только у меня была спортплощадка. У меня всякие разные были. И в футбол играть, и волейбол, там, поднимать, гири, лазить по шесту. Тут ветла была на веревке. Играли всегда. Ни у кого больше не было. Вся деревня, ребята ко мне сходились. Я вот все это как к крапиве отношу. Вот если неухоженная земля, она дает, вот, как солончат. Солончак ничего не дает. Распаши, навоз, она никуда, говорит, не угодно. Только выбросить. Вот выбросить эту землю. За нечестие живущих Бог делает ее солончаковым. И вот я обратился в семье. Первый. Вот брат уверовал, стал священником. Сестры, там, мать, отец. Никто Евангелие не держал. А почему? То ревность, в которой я был небезразличен. Готовился стать террористом. Как сейчас помню. Это куда, значит, драть все надо уметь. В секцию бокса записался. Хорошие были успехи. На крупных соревнованиях не был. И стрелять. Ну, стрелять я, наверное, с пяти лет с ружьем родился. У меня везде были и ружья разные. Патроны везде натыканы. В окно выскочил. Собак держу. Живьем не дамся. Вот. И эта ревность. Отомстить за то, за поруганную землю. Прощу, отец рассказывал, как раскулачивали. Господь обратил теперь на дело Божие. Мне до всего дела есть. Я разбираю. Все там говорил. Патриарх, метрополит. Я сравниваю со Словом Божиим. Говорит, а сколько времени проводили за Библией? Трудно сказать. А сразу решил сон. Со сном бороться. Сон дошел до 2,5 часа. Сутки. Спать не больше. Никогда днем не ложиться. Я с кем разговариваю, никто даже не знает. Зачем? Ревность. Огонь. Внутри меня как бы разлитый огонь. Он всегда в костях моих был, как пророк Иеремия говорит. Всем давай писать. Правителям. Генеральным секретарям. В ООН. Патриарху. Что неправильно, неправильно, не по Слову Божию. 12.48 Евангелие от Иоанна говорит, что Господь говорит, я не сужу слово, которое я говорю. Оно будет судить вас в последний день. И вот я к тому говорю, что та ревность, которая тогда была, когда я не знал ничего. И в армии у меня точно так же было. Не знаю почему, прочитали доклад о том, что Советский Союз помогает в Алжире. Я сразу пошел записываться в добровольцы. А в это время в армии занимался немецким, английским, французским языком. Ни один не занимался. Правда, Валерия Арапова прислали с Москвы, мы с ним на английском сразу. Никто не знает, о чем мы тут говорим. Посмотри-ка, я вон на качелях Надежды Васильевны за столбом молиться. О, как Господь делает. Она молится. Все. А если ревности никакой не было нигде. Вот она крапива. Она не везде такая растет крапива. Спрашивает, интересуется, самое плодливое такое, какое у вас растение. Лопух репей. Вот такой вырос. Вот такой. Мы его покосили. Следующий он тоже растет. И опять выросает уже вот такой вот. Но шипучки эти у него везде уже есть. Мы опять его скосили. Он вот такой вот. Четвертый раз уже косим. Он вот такой от земли, но шипучки все на нем. Любыми путями только распространить свое учение. Я это отношу к учению. Поэтому власть меня выделяла, давила, судила, приговаривала, лгала. Я опять живой. И те гонители мои. Следователь умер 52 года, что ли было. Курьят Владимир Кузьмич. Он как менингит. Что это такое? Прокурор был суровый. Мордовин Яков Иванович. На меня так смотрит. Брови такие, как у Брежнева. А я встал и сказал на суде. Яков Иванович, уже приговор у вас вынесен. Ну не злитесь на меня зря. Давайте по-хорошему расстанемся. Я еще из заключения не вернулся. А он уже умер. Вот как у Господа все высчитано. Она им жизнь не нужна такая была. А я и там начальствую. Вот меня освободили сегодня. Бахаев начальник лагеря Жанатаси. Я говорю, я никуда не пойду. Пока не заведете к начальнику. А они выделили мне сопровождающего. И он потом нашелся. В словах Владимира Васильевича. Такой высокий. Примерно вот такой вот. Как мне кажется. Теперь он на пенсии. Мы сейчас с ним переписываемся. Господь помог его найти. Он говорит, посылали до дома довезти вас, до Фрунзи, до родителей. Меня. Он говорит. Ну вот теперь все стало на место. Я говорю, сопроводителям не надо. До вокзала. А дальше я сам уеду. Но к Бахаеву сводите. К начальнику лагеря. Я говорю, сейчас же сразу буду писать в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. О всех безобразиях, несправедливостях, которые в лагере. Это я бы сделал где-то тайно. Зачем? Я не имею права. Я должен сказать ему. Думаю, сейчас я ему скажу, а дальше будет видно. Может они киллеров вслед за мной пошлют. Уж прям киллеров. Еще особенного нет. Это южные народы, горячие. Вот Кушнарчук у нас был. Иван Данилович. У него сыновья. Один из них, я знаю, сейчас Николай в Америке живет. Ну и его брат учился там где-то в университете. В город Фрунзе. Ну и что-то было. И он возьми да и скажи. Говорит, я в Москву поеду и выявлю все. Письмо уже повезу туда. Ну и он дома отдыхает. А мать слышит звонок. Она вышла, что да нам Николая увидеть надо. Он уезжает в город. Уезжает, да, ночью сегодня. Ну мы хотели письмо передать тоже там это. Она зашла. Коля, вставай, там тебе пришли. Некуда. Ну иди, уже стемнялось. Он вышел только. Он сразу ножом ударил, зарезал его и убежал. И мать-то себе пережить не могла. Я сына подняла с постели и проще. Я говорю, то есть это опасно было, чем я занимался. Ну вот он погиб. Я знал их всех. Молодцы ребята, баптисты отделенные. Я про себя опять же могу сказать, что все это не по делу. Я учился убивать. Я учился за правду стоять. Как киллеры. Ну, белое-красное. Орленок-орленок поют. А я применяю все к себе. Это я с белыми. Меня ведут на расстрел. Как сына вели на расстрел. А Господь взял и сказал, ты будешь гонимый. Тебя поведут, как слепок апостола Павла, бывший Саввел. И так все и пошло. Я когда смотрю вот на это, у меня все это наплывает. Я вижу, да, это вот крапива, та, это моя жизнь. И где бы я был сейчас? Да нигде. Давным-давно меня бы не было. Особенно во время перестройки. Я бы обязательно в это вмешался. Где-то в Чечне бы участвовал. За свободу этой республики. Ну и что? Крапива. А Господь может сделать виноградной кистью. Она еще выше будет подниматься. До третьего этажа, может быть, где-то. Вот на какие размышления изничтожного взять драгоценное, Господь говорит. И сделай, как мои уста. Я благодарю Бога, что Бог вот такое дает разумение. Вот это, вот таких я делал, но еще сетью ловили где. А сеть надо прикрыть. И вот там воды было, вот так вот. А теперь вот какие надо было шести делать. Шесты. Ну и теперь там и рыба есть, и дорога есть, и все. А в деревне же кто-то дорогами занимается. Они жители, а это Барнаульский. Я один. Дорогами нету, а прудами. Батюшка говорит, брось эти пруды. Говорит, да главное дорога, чтобы была. Но дорога главная, да. Ну а теперь-то вода поднимается. Да не надо поднимать, а то прорвет. Нет, поднимает. Мы шлюз сделали. И вот это вот крапивное мое состояние, жгучее такое. Вот такой же у меня рост там был. Говорит, как писали, говорит, семимильными шагами шагал. Но власти было это не угодно. Мне в горкоме партии сколько раз, когда беседовали в КГБ, ой, Игнатий Тихонович, вам бы у нас только работать. То есть намек давали, что с моим характером, с желанием достичь результата в борьбе за правду, я им там нужен. И Господь дал мне аналитический ум. Вот менты, я даже это слово никогда не произношу. Менты, милиция, полиция. Я работал в строго режимном лагере в органах МВД после строительного техникума. И скажу, что мне в жизни практически, лично мне, на пенсии один вот тут жил, дружинен Геннадий Петрович, подполковник, пакости, гадости делал, писал, жаловался. Плохих милиционеров не встречалось. На дорогах там эти бунтуют, там эти гаи тогда было, а сейчас ДСП или как-то там называют. У нас тоже плохих не было нигде. А уж про КГБ и говорить не буду. Не то, что плохие, а вот он у меня был, Никулин Юрий Михайлович. Вот представьте себе, вот сидели кто. Скажите, ваше отношение с КГБ какое? Ну, какое? Ну, враги. А мне не враги. И он матери моей, Марии Егоровне, и говорит, Мария Егоровна, я вам обещаю, Игнатий Тихонович, я из тюрьмы вытащу и привезу к вам домой. За что? О, как сейчас помню, он приехал в парадном костюме, тут меч, щит у него, интеллигентный человек. И говорит, мы уже там уже решили, а он подполковник Барнаульского КГБ был, и вы выходите завтра на свободу. А я уже слышал будет, а у меня уже заявление было. Я написал, отказываюсь от помилования, я желаю выйти на суд. Да не надо, Игнатий Тихонович. Взял заявление, прочитал, знаете, ваше поприще там. Златоуст, хоть ты мешками его распространяй. Вот архипелаг ГУЛАГ, это не надо больше делать. Ну, я говорю, это я и так уже не буду, я его распространил. И он меня в черный лимузин посадил со следователем вместе и повезли домой к матери. Вот пусть кто-нибудь похвалится этим. Так вы сделали с их сотрудником то другое. Этого не было. Не было совсем. Я вот сейчас был, подал в ФСБ, чтобы они меня проверили на детектор лжи. Заведомо ложные измышления распространял я. Порочащий общественный государственный строй страны. Этого не было, я говорю. Не было. Я боролся за правду. Вот я начинаю с крапивы. И к чему подхожу? Крапива это я. И Господь переделывает виноградную лозу. Я истинно виноградная... Отец мой виноградная. Я истинно виноградная лоза, вы ветви. Вот этой веточкой он меня сделал. И ревность, которая была там, она не утихла во мне по сегодняшний день. Богу слава за все. Благодарю, Володя. Я отнесу палку эту. Она сгонится мне. Опа. Ой. Опа. Продолжение следует...